Хочется отличной рекламы? Забирайте всё! Этой зимой мы режем цены пополам! С 1 января на Рико ТВ, Октуберадио и в газете Эбрика. Телефон от дела продаж 220-250-222-300. Добрый вечер! В эфире итоговая программа «Факт» с полной информационной картиной уходящего дня страны Октубе. В студии работает Ирина Ребикова. Еще в один район Семеи и в поселок Бобровка в Восточно-Казахстанской области пришла большая вода. Эвакуировано 75 человек. Спасательные подразделения продолжают эвакуировать жителей Семеи. Теперь большая вода подошла к жителям района Пристань и поселка Бобровка. Силами пожарных подразделений эвакуация людей производится с подтопленных улиц. С двух районов в общей сложности в безопасные места эвакуировано 75 человек, в том числе 12 детей, говорится в сообщении. Отмечается, что во избежание заторов на реке Иртыш проведены несколько взрывных работ. Тело пропавшей ранее 7-летней девочки нашли в Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области. 26 марта в РОВД Сарыгашского района обратилась бабушка 7-летней девочки, которая сообщила о пропаже своей внучки. В поисковых работах были задействованы сотрудники органов внутренних дел и работники служб ЧАЭС. В общей сложности более 150 человек. Накануне тело девочки было обнаружено в русле водного канала, рассказали полицейские. Няню интерната для детей-инвалидов в городе Талгар взяли под стражу. Ее подозревают в убийстве 8-летнего воспитанника с ДЦП, передает TNG News.kz. 8-летний Мухаммеджан Актан умер неделю назад. По версии родственников мальчика, няня могла задушить ребенка. Родные считают, что якобы таким способом женщина пыталась успокоить маленького подопечного, который отказывался спать. О трагедии семье сообщили по телефону. Уверяли, что у ребенка остановилось сердце. Однако в морге родители обнаружили на теле сына гематомы и следы удушья. В интернат мальчика привезла мама 3 года назад. Малыш страдал ДЦП и нуждался в особом уходе. Автоледи подозревают в наезде на трех девочек на светофоре в Кокшетау. Накануне водитель автомашины марки «Хонда» 38-летняя женщина, двигаясь в западном направлении города, проехала перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. В это время три девочки 15-16 лет переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Все три девочки доставлены в приемный покой больницы. Одна госпитализирована в травматическое отделение, две после полученной медпомощи отпущены домой. Возбуждено уголовное дело. Предполагаемых мошенников-гастролеров из Узбекистана подозревают в обмане алматинских пенсионеров с помощью гипноза, сообщает пресс-служба ДВД Алматы. В составе преступной группы пятеро подданных Узбекистана, ранее уже привлеченных к уголовной ответственности у себя на родине. Под предлогом проверки и дальнейших замены денежных купюр на новые, подозреваемые забирали с собой сбережения бабушек и дедушек. Причем установлено, что женщины из этой преступной группы при аферах использовали гипноз. Установлена их причастность к трем мошенничествам в отношении пенсионеров на сумму свыше трех миллионов тенге. А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, а сразу после нее к городским новостям. Не переключайтесь. В селе Каргалы на мосту через реку Песчанка появилась трещина. Ее заметили проезжавшие утром водители. Позже видео появилось в социальных сетях. Провал находился на границе путепровода и дороги. Буквально через час подрядчики коммунальных служб трещину засыпали песком и щебнем. По словам рабочих, мост был построен зимой прошлого года. И так как зимой грунт был замерзшим, то с наступлением тепла он просел. И таким образом между мостом и асфальтовым покрытием появилась трещина. Сейчас там же планируется еще более расширить русло реки. Это делается для того, чтобы напор воды не угрожал опорам моста. Как отметили рабочие, под утро уровень воды сильно поднялся и почти сравнялся с берегом. Ближе к 10 утра вода уже спала более чем на метр. Как только в Актюбе прояснится погода, дорожники приступят к ремонту и строительству дорог. Наверняка большинство актюбинцев в эти дни заметили, как под путепроводом в пятом микрорайоне срублено огромное количество зеленых насаждений. Со слов чиновников из отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, совсем скоро начнется строительство тоннеля и дороги, которые соединят улицу Тургенева и Ас-Наурыз. Следующая улица Тургенева. Здесь у нас граница работы продолжается. У нас здесь предусмотрено, вы, наверное, ранее знаете, здесь была шиномонтажка, мы сейчас демонтировали этот зеленый участок. Будет здесь кольцевое движение. Жители, которые хотят попросить на пятый путепровод, то есть объезжают данное кольцо, будут нырять в туннель. Здесь еще один, у нас будет предусмотрен туннель. По туннелю, по данной развязке будут подниматься на мост пятого микрорайона. Строительством туннеля займется астанинская фирма. Планируется затратить порядка одного миллиарда тенге. В целом с кольцевого движения будут ответвления Тургенева, Малая Лия и на туннель. Руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Руслан Торигали пояснил, если сейчас водители поднимаются с улицы Тургенева на мост пятого микрорайона, то в будущем въезд будет только через туннель. Таким образом, власти хотят разгрузить городские магистрали. Все работы стартуют, как только установится более-менее теплая погода. Чиновники заранее предупреждают о возникновении автомобильных пробок, которые избежать, в принципе, будет невозможно. Поэтому водителей просят запастись терпением. Официальный срок сдачи объекта – от года до полутора лет. Городские проспекты избавляются от огромных луж. Окраины еще ждут помощи. А погода вновь пригрозила морозом и снегом. Противопаводковый штаб работает в штатном режиме. И уже вторые сутки продолжается интенсивная откачка воды по всем районам. Еще вчера машины здесь рассекали огромные волны, ныряя под воду всеми колесами. Таяние снега под плюсовую температуру и обрушившийся дождь внесли в городской ландшафт свои коррективы. Но уже сегодня к обеду от луж в этих местах остались лишь жалкие воспоминания. За вчерашний период в штаб по противопаводке поступило 250 звонков. Комиссия выезжала, проверяла. Кому-то инертные материалы завезли, кому-то откачечные работы провели. Вчера у нас на линии работало 125 единиц техники. Единиц 105 – это водооткачивающая техника, остальные – тяжелые техники. Большую технику, краны и экскаваторы привлекать в эти дни не пришлось. Но вся остальная, а также порядка 200 работников штаба, отработали на совесть. Последние 30 часов телефоны горячей линии не смолкают ни на минуту. Диспетчеры работают круглосуточно. Для того, чтобы оперативности не помешали ни человеческий фактор, ни технические неполадки, следят специалисты. Связь – это едва ли не самый важный фактор с наступлением половодия. Наша работа заключается в том, чтобы наши операторы, в частности «Казахтелеком», «Транстелеком», «Казтранском» и «Сотовые компании», у них работал связь всегда, тем более вот такой паводковый период. В данном случае работают все полностью в штатном режиме, операторы связи обеспечивают связью, город, область в целом. Штаб работает с 20 марта. Самые напряженные дни пока выпали на 28 и 29. Для решения проблемы водоотвода с микрорайонов города и частного сектора имеются все необходимые средства. Спецмашины, рабочие, водители, а также 3000 тонн инертных материалов за сутки уже было потрачено 309 кубов. Многие звонят, что почему вы не приходите, потому что когда уже комиссия была, когда проверяли, пока угрозы нет, поэтому на второй уже очередь оставляли. В первую очередь, где угроза, все техники туда и бросали. Надо отметить, что к домам подвозится песок глинистый, совсем непригодный для других целей. Им разве что путь в воде преградить, поэтому желающие просто даром подвезти песочек для стройки в последние годы не беспокоят. Реальное обращение поступает от жителей Москвы, Угольника, Нового сельского округа и Курмыша. Состояние неплохое. Постоянно лужи, вода. Постоянно уходим под воду. Вот так. Как решить проблему? Не знаю, тут и... А кемат он должен это решать? Речь идет об улице национального героя Мохаммеда Утемисова, успехи которого в борьбе за независимость Казахстана изучаются в школах. Но герой и представить себе не мог, как увековечили его память потомки. С советских времен улицу не приводили в порядок ни разу, ни ямочно, ни тем более капитально. Понятно, что израненный, лишь местами уцелевший асфальт, ямы и бугры – это все, что осталось от прежней заботы в наследство. И с каждым годом ситуация только хуже и хуже. Понятно, никто из чиновников не был здесь ни разу. Да и зачем? Вот каждый божий год и зимой у нас топит нас тут и весной, и осенью. Ни фонаря у нас ни одного нет. Дети идут в темноте, по лужам, по болоту, падают, вытаскиваешь их. Это что-то, как будто мы не в городе живем. Я уже говорю, надо ехать к нашему Акиму области, вот он придет сюда. Больше сюда никто не придет. А он придет и сделает это. Бесполезно что-то где-то говорить. Ирина Гути, Сергей Калашников, программа «Факт». В Актобе прошли общественные слушания по инициативе о разделении города на два района. О перспективах нового территориально-административного устройства мегаполиса представителям общественности рассказал Аким города Ильяс Испанов. Мероприятие прошло в концертном зале областной академии творчества. Как отметил в своей речи Ильяс Испанов, существует несколько причин, по которым Актобе должен быть разделен на два района, и городу при этом присоединятся все пять сельских округов. Во-первых, это относительная близость к городу сел спутников, от двух до двадцати пяти километров максимум. Во-вторых, интенсивная застройка территории сельских округов не позволяет развивать здесь крупные объекты сельского хозяйства. И в-третьих, в сельских округах сейчас уже очень развитая инфраструктура и высокое качество услуг. Эти села практически уже часть города. Главный вопрос на сегодняшний день – это разделение нашего города на два примерно одинаковые территории, одинаковым населения. Это по железной дороге. И тем более, этот же железный дорог как раз является международным, соединяет Пашкет с Москвой, это является международным статусом. И никаких споров в будущем по принадлежности территории университетов не возникнет. В принципе, Актюбе еще в советское время был поделен на два района – Фрунзенский и Пролетарский. И только в 1988 году по всему СССР вышло постановление объединить районы городов, в которых численность населения ниже 400 тысяч. Но сейчас количество актюбинцев почти достигло отметки в полмиллиона. Я вспоминаю, в начале 80-х годов наш район бурно вырос. Это было советское время. Наш город разделился на две части – Пролетарский район и Фрунзенский район. Ну, наш завод Селмаш в Пролетарском районе был. Я помню, здесь много плюсов, я считаю. Ну, с развалом союза был. На общественных слушаниях предложенное административно-территориальное разделение города было поддержано практически единогласно. Завтра, на внеочередной сессии городского маслехата, эта инициатива будет утверждена законодательно, а после состоится конференция по наименованию районов. Но предварительно уже известно, что они будут называться Астана и Алматы. Антон Пережогин, Мерлан Аманжолов, программа «Факт». Сегодня в Октюбинском областном филиале партии «Нур-Атан» прошла международная научно-практическая конференция на тему «Аномастика. Поиск и опыт». Название говорит само за себя, ведь на конференцию приехали представители из Казахстана, России, Азербайджана и Турции для обмена опытом, мнениями и для обсуждения проблем в сфере аномастики. Нынешнее мероприятие имеет очень большое и научное, и прикладное значение. Прежде всего потому, что эта конференция посвящена очень необходимой такой части для реализации государственной программы «Рухани Жангару». И конкретно топонимия, этот контент, этот концепт, сегодня рассматривается филологами, историками, географами, культурологами, он актуализирован вот в этой конференции. На конференции обсуждались вопросы по актуальным проблемам аномастики, говорили о роли разъяснительных работ среди населения, формировании уважительного отношения к исконно народным и исторически сложившимся названиям. Приглашенные гости делились опытом и высказывали свое мнение. Напомним, что на сегодняшний день, по мнению октябинских специалистов, 103 наименования устарело с идеологической точки зрения. Из них 5 сельских округов, 20 сел, 56 улиц и 22 объекта. На этом на сегодня все. Всего доброго. До свидания.